приветствуем наших подписчиков и гостей канала код изобилия друзьям и вас всех приветствую в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы уделим вниманию долгам поговорим о том когда нельзя давать деньги в долг и когда нельзя брать деньги в долг обязательно досмотрите это видео до конца чтобы знать как правильно распоряжаться деньгами в своей жизни а прямо сейчас подпишитесь на канал код изобилия ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми кому эта информация действительно будет полезна и важно мало кто хочет брать на себя долговые обязательства но к сожалению в современном мире без этого слон сложно обойтись как же вернуть долг правильно и при этом не спугнуть финансовую удачу обычай брать деньги в долг стар как мир и в современном мире представить себе жизнь без долгов рассрочек и кредитов просто невозможно и в какой-то степени это уже даже стала нормой жизни но мы хотим напомнить всем что долг это не простое обязательство а обмен энергетикой между тем кто занимает деньги и тем кто дает деньги в долг и чтобы не навлечь на себя неприятности важно знать как правильно возвращать деньги соответствии с народной мудростью вы знаете деньги это сами по себе вот такая наверно хрупкая энергетическая субстанция которая очень подвержена внешним фактором и не знающие люди неправильно обращаясь с деньгами обрекают себя на денежные трудности по народным поверьям деньги возвращать нельзя православные праздники в темное время суток потому что у денег есть свой распорядок нарушив который вы можете испортить их энергетику поэтому лучшее время для передачи денег это утренние или дневные часы в понедельник тоже нельзя возвращать деньги считается что тогда и вся неделя окажется убыточной дальше в период роста луны так вы можете спровоцировать отток денег и во вторник среду и воскресенье погасив задолженность в эти дни можно притянуть к себе бедность как правильно же тогда возвращать долг чтобы привлечь богатство в свою жизнь отдавать деньги всегда нужно правой рукой а вот брать наоборот левой чтобы не прервать финансовый поток лучшими днями для возврата кредита и погашения долгов являются четверг пятница и суббота не стоит гасить долги долги как только вы например получили зарплату или доход пусть деньги переночуют у вас дома так они зарядят своего владельца денежной удачей а дом благополучия помните о том что брать долг и отдавать его нужно с радостью недостаточно просто вежливо сказать спасибо нужно это делать с искренним сердцем тогда деньги обязательно вернуться если со дня взятия рассрочки кредита или долго у вас набежали процента лучше всего накинуть еще пять процентов от заемной суммы так сработает закон бумеранга и высшие силы вознаградить в 1 вознаградя должника в пятикратном размере покрывая долг нужно сказать следующее у тебя теперь есть и у меня скоро будет таким образом высшие силы услышат просьбу и помогут исполнить желание брать в долг желательно именно крупными купюрами а вот возвращать мелкими и тогда богатство обязательно придет вашу жизнь прежде чем отдать долг пересчитайте деньги несколько раз сложите их по возрастанию попрощайтесь с ними словно с живыми и обязательно попросите вернуться помните о том что деньги не возвращают через порог или стоя на пороге иначе в дом придут финансовые неприятности бумажные купюры лучше всего передавать в сложенном виде или в скрученной пачке помните о том что долги принято отдавать на убывающей луне и это завершение лунного месяца и как следствие конец материальных проблем очень внимательно следите за сроками возврата долга потому что деньги любят точность и не вернуться к тому кто нарушает их правила не берите деньги и из чужих рук вместе с деньгами можете получить проблемы болезни и беды кредитора а вот нейтрализовать негатив можно так положите деньги на что-то деревянное это может быть стол стул лавочка и таким образом дерево очистит энергетику вы должны помнить о том что денежные приметы помогут вам сохранить благополучие и даже привлечь богатство главное конечно же верить в них ну а чтобы высшие силы помогли вам важно верить в свой успех не думать о плохом и надеяться только на лучшее берегите себя и свои деньги как даже нельзя брать деньги взаймы это очень важный вопрос который интересует многих людей тогда вы с человеком ссоре бывают такие периоды когда между людьми есть некоторая прохлада и в такое время лучше не брать взаймы потому что вместе с деньгами вам может передаться и негатив и есть риск что вы перестанете быть партнерами друзьями и поругаетесь еще намного сильнее когда же нельзя брать деньги это в полнолуние потому что согласно лунному календарю в этот опасный день лучше не брать взаймы в долг тоже лучше не давать но мы настоятельно рекомендуем просить никого о помощи потому что это негативно скажется на финансовой сфере и удачи в целом далее никогда не берите деньги накануне нового года это праздник вхождения в новую так называемую меню эру и в новый период времени входить в новый год всегда лучше без долгов какой бы сложно ни была ваша ситуация далее никогда не берите деньги в долг во вторник так говорят многочисленные народные приметы причем не только славянские но и европейские и восточные а теперь немножко уделим внимание другим полезным приметам который должен знать каждый человек пятница 13 числа в этот опаснейший день лучше не совершать никаких финансовых операций помимо вынужденных в этот день что же касается просто пятницы то в этот день вы можете спокойно давать и брать деньги в долг помните о том что нельзя никогда давать деньги или принимать деньги в долг именно в развернутом виде лучше чтобы деньги были сложены хотя бы пополам также лучше чтобы купюр было как можно меньше то есть их достоинство было выше вот такие друзья народные приметы поверья совет и рекомендации мы сегодня вам хотели дать касательно долгов и кредитом теперь вы знаете как правильно отдавать долг для того чтобы богатство в вашем доме никогда не переводилась теперь вы знаете как именно брать деньги в долг для того чтобы действительно вашей жизни всегда был поток жизненной денежной энергии